В соцсети заполонили видеообращение с жалобами на невыносимые условия, непосредственно мобилизованных и, конечно же, их родственников. Россияне, подождите, вы совсем уже свободы слова захотели, а у боброедки кто-то разрешение спрашивал? Да слушайте, это война в конце концов. Ну война, ну мужики же, ну кое-что, наверное, надо и потерпеть. А что, универсальный ответ, друзья, русский оккупант. Начальство не считается с потерями и бросает тебя, как мясо на убой? Да слушайте, это война в конце концов. Тебя изнасиловал кадыровец? Ну мужики же, ну кое-что, наверное, надо и потерпеть. Маргарита Симоньян возмущена трусостью и нерешительностью своих солдат. Говорит, умирать надо веселее и идти под хаймарсы оптимистичнее. Ну все-таки давайте мы будем как-то привыкать к тому, что надо немножко построже себя держать. Правда, Рита почему-то умалчивает о своем любимом муже Тигранике Осаяне. Который также подлежит мобилизации. Но промерзлым окопом предпочитать теплую студию Востанкино. А бравым атакам с автоматом наперевес нести ахинею в фейк-программах русского ТВ. Мы показываем, что мы не можем сопротивляться войскам НАТО. Значит, войска НАТО, уже потеряв все берега, переходят границы Польши, Словакии, Чехии и все остальное, заполняют Украину. И тут мы их всех уничтожаем. В качестве героического примера для своих солдат Маргарита вспоминает случай с врачом-полярником, который сам себе вырезал аппендицит и даже наложил швы. Настоящий русский мужик Рогозов, его фамилия кажется, хирург, который в антарктической экспедиции сам себе вырезал аппендикс, потому что он был один врач на десятки километров вокруг. На десятки километров вокруг вообще никуда нельзя было добраться. Пример, как нельзя кстати, учитывая то, как обеспечивают российских мобиков. Мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки плюс самые дешевые тампоны. А вообще, мне кажется, российским пропагандистам пора идти дальше. И не словом, а делом наставлять своих зомбированных солдат. Марго, дарю тебе лайфхак. В следующей программе своего мужа, где ты, кстати, шеф-редактор, пусть Тигран самостоятельно, без обезболивающих, защьет себе рот. Вот это действительно будет убедительный урок героизма. Вот когда нам хочется, я сейчас и себя имею в виду, да. Когда хочется поплакаться на жизнь. Надо вспоминать все время этого врача. Каков итог у этой басни? Россиянин, любишь в футболочке, я русский походить. Люби и ногу на поле боя сам себе ампутировать. Ампутировать.